А вот это то, что мне кажется, вообще невозможно на нашей планете Земля с той физикой, которая у нас существует, но это нереально. Посмотрите, машина лежит на крыше, то есть здесь супер плотная застройка этого города, и то есть здесь очень маленькие, вот смотрите, вот такие вот проходики. Как это вообще возможно? Оказывается, вот тут в 20 метрах находилась парковка, вот там вот, где примерно вот эти серебристые бачки. Так вот, соответственно, с неба летела прямым попаданием ракета, которая попала в то место, где находилась эта машина, там была дополнительная какая-то еще взрывчатка. Так вот, машина взлетела в воздух, перевернулась и просто рухнула вот на эту крышу, и с тех пор она вот уже несколько лет здесь лежит, потому что абсолютно невозможно ее никак отсюда достать, потому что это, в принципе, вот невозможно по законам природы и вообще всего. Люди, сегодня я покажу вам, как люди живут в городе, который был практически стерт с лица земли, запрещенной в России группировкой ИГИР. Куда ни повернись, абсолютно в любую сторону, все к хренам разрушено. Изучим с вами подземные ходы, которыми пользовались террористы, побываем в подвалах, где они устраивали госпитали, и заберемся на самое высокое здание, которое было главным форпостом запрещенной группировки. То есть вот примерно на девятом этаже вот так выглядит тут стена. Покажу вам мечеть, в которой возникла запрещенная группировка ИГИЛ, и познакомлю вас с удивительными людьми Масула, которые, несмотря на трехлетний ад и ужас, возвращаются к нормальной жизни. Город, на который еще несколько лет назад в день падали десятки, а то и сотни авиабомб, в котором одних журналистов застрелили полсотни, сегодня начинает новую жизнь. Это Лядов, и сегодня я в бывшей столице ИГИЛ, в городе Масулия. Долгое время здесь каждое чуть ли не второе здание выглядело вот таким образом, но сейчас город постепенно начинает оживать. Но все равно, когда ты смотришь на эти 11-12 этажные здания, которые просто разрушены в щебень, ощущения невероятные. Такое, кажется, невозможно ни с точки здравого смысла, ни с точки зрения даже наших законов природы, физики нашей. Но сейчас, несмотря на то, что боевики несколько лет делали из него свой форпост, люди все-таки возвращаются здесь к нормальной, размеренной жизни. Это Лядов и как люди живут из Масула. Лядов и как люди живут из Масула. Я в Раке постоянно ездил вот на таких внедорожниках и остался прям впечатленный проходимостью и комфортом. И мы в России здесь думали давно уже о том, чтобы взять тоже себе такую тачку. Не новую, конечно, но периодически она прям реально необходима нам для съемок, потому что приходится ездить в очень далекий населенный пункт, где и с дорогами очень трудно. Вот, сегодня поездил, потестировал такую тачку, вот, и, в общем, мы решили действительно брать. Осталось только выбрать теперь автомобиль по адекватной цене. Тут есть несколько секретов. Первым делом заходим на Авито. Предложений масса, поэтому вбиваем параметры поиска и быстро находим то, что нужно. В списке предложений обязательно ищем машины, вот как здесь, с подсказкой. Хорошая цена или отличная цена. Очень хорошо, когда сервис, в принципе, ориентируется в ценах. И учитывая, как быстро сейчас меняются цены от месяца в месяц, то это, в принципе, очень полезная функция. Подсказки дают понять, где цена рыночная, а где ниже рыночной. Больше всего мне понравился вот этот вот вариант, но есть еще один важный момент. До звонка на хозяину автомобиля обязательно закажите отчет на автотеке. Сервис автотека – это проект Авито, где можно проверить историю машины перед тем, как ехать на личный осмотр. Итак, вот у меня отчет по выбранному автомобилю. Смотрите, прекрасно юридически чистый. Один владелец по ПТС, замечательно, без ДТП. По истории эксплуатации видно, что автомобиль регулярно проходил техосмотр, пробег нарастал плавно, что тоже очень важно. Отличный вариант, кстати, он везен из Финляндии, что тоже видно через этот же самый отчет. Думаю, вполне можно связываться с владельцем и договариваться уже о личной встрече. Все ценят комфорт и безопасность за рулем. Поэтому, чтобы выбирать машину спокойнее, пользуйтесь Авито и проверяйте понравившиеся машины через автотеку. А мои зрители вплоть до 10 октября могут купить отчет автотеки со скидкой 30% по промокоду «Люди». Ссылку оставляю в описании. Один прикрывает, двое пытаются проскочить. Там слева автоматчик террористов запрещенной группировки. И спрятаться незачем. Это Масул. Война в городских условиях самая сложная. Повсюду масса окон, крыш, дверей, щелей. Никогда не знаешь, откуда прилетит пуля. Здесь разрушен не дом, не улица, а целый квартал. Просто вот здесь вот все просто в щебень. Вот тут половины дома нет, дальше нет целых домов. Ну, короче, вот здесь все, херам. У меня, честно говоря, слов просто не находится. Задача этого подразделения – окружить дом и отрезать террористов от снабжения. В этой войне боеприпасов много, никто не экономит. Вот еще один. Боец даже не высовывается из-за укрытия, стреляет не глядя. Самое удивительное, что здесь до сих пор живут люди. Вот, например, сидит девочка, она живет здесь в семье. И также вот там еще дальше мужчина, довольно-таки, пожилой, тоже он живет здесь. И там самое интересное – вот идешь-идешь, лестница в какой-то момент заканчивается, вот начинается вот этот вот щебень, и просто вот тут ровно так же, как будто, как прервали жизнь города Масула, вот ровно так же все рухнуло и здесь. Просто посмотрите, вот эти старинные здания, которым сотни лет, потому что Масул – очень древний город. Просто превращены вот в этот щебень. Еще несколько минут, и отряд попадает в дом, который окружают ИГИЛовцы. Бойцы заходят внутрь, а вокруг собирается так много боевиков, что выйти невозможно. Их обстреливают со всех сторон. Смотрите, один из боевиков даже выглядывает из своего укрытия и попадает на секунду в кадр. Вглядитесь, пародатый человек с платком на голове и автоматом в руке. Пытается разглядеть, сколько их тут в укрытии. И ИГИЛ наступает. Вместе с бойцами здесь еще и оператор. Он прямо за спиной атакующего. Снимает с двух камер. Одна на голове, вторая в руках. Парня зовут Мартеза Аль-Усауи. Он хоть и в форме, но не военный. Фотограф для профессии. Вместе со всем отрядом попадает в ту же засаду. Нас обнаружили и окружили в этом доме. Но силы подмоги сейчас пытаются открыть нам дорогу, чтобы мы выбрались из этого дома и перебрались в другое место, чтобы отрезать ИГИЛ от их снабжения. Вот они по нам стреляют. Они хотели попасть в машину из РПГ-7, чтобы остановить ее. Послушайте, это их выстрел. Стрельба такая, что не минуты тишины. Но первое время бойцы держатся. Вот один играет, смотрите, в телефон. А второй вообще уснул. Прислушайтесь, реально храпит. Несколько минут и бойцам командуют, можно выходить. Спускаются на первый этаж, паники нет. Но стрельба вокруг, кажется, усиливается. Повсюду их бойцы с автоматами, которые следят за окнами, чтобы боевики не ворвались внутрь неожиданно, передают по рации. Я не вижу вас. Тут стрельба повсюду, со всех сторон. Вы нас видите? Да, я вас вижу. Подходите к дому номер три. Ты видишь, я подаю знак рукой. Ты понял? Пожалуйста. Следите за моей рукой. Тут повсюду стрельба. В итоге они видят друг друга и планируют отход. Проблема в том, что боевики тоже могут слышать эту чистоту. Выстраиваются в очередь и ждут, пока подъедет тачка. Выйти из здания значит покинуть укрытие. Оператор Мортеза понимает, ждать больше нельзя. Командует, но бойцы, смотрите, не двигаются. Мортеза начинает тупо орать на бойцов, мол, все, сейчас тут и останемся. Побежали. Это все его кадры. После этого мы сели в машину. А боевики вышли прямо перед нами и перед «Хаммером». Первый сказал второму, стреляй, не береги патроны. Они наблюдали за нами, чтобы напасть на нас. Расстояние между нами примерно 500 метров. Вывозят из укрытия, дальше нужно пешком. В какой-то момент Мортеза с тремя товарищами отстают от остальной группы, забегают в здание и снова оказываются в ловушке. Ни сил, ни патронов отстреливаться больше нет. Просто садятся ждать. Эти выстрелы врага проходят рядом с нами и издают такой звук. Мы тогда уже научились отличать выстрелы наших бойцов по ИГИЛ и их по нашему. А эти выстрелы были по вам? Да, этот огонь ведется по нам. Заглядитесь в глаза Мортезы. Похожий взгляд я видел у себя самого, когда оказался в окопах под пушкой в Нагорном Карабахе. В этот момент Мортеза начинает мысленно прощаться с семьей и даже собирается снять на видео для них обращение. Вдруг потом найдут его камеру, достанут карту и покажут малышам дома. Послушайте выстрелы. Они были близко и начали стрелять по нам. И я понял, что снимать, как меня убивают, это глупо. И выключил камеру. Это самый разгар битвы за Масул. Фактически второй город в Ираке. Боевики вошли в него и объявили Масул столицей запрещенной группировки ИГИЛ в Ираке. Как это произошло? Да все на самом деле максимально просто. Чувак Аббакр Аль-Багдаде. Значит, со своими коллегами и, что называется, с соплеменниками. Они просто организовали здесь обращение к людям. И вот как бы конкретно на этой площади собралось довольно много людей. И они просто сказали, что мы объявляем всемирный халифат. То есть во всем мире должно быть установлено государство, которое будет жить по законам шариата. И на тот момент, когда они делали это обращение, никто еще не знал, что такое ИГИЛ. Никто не знал еще, что такое ДАИШ. То есть они обращались к людям и говорили, что вы будете свободны, мы будем вас там защищать. Иракское правительство, оно там, как бы, оно вам не нужно, оно вас обманывает и так далее. Чтобы понять, почему ИГИЛ так легко завладели умами людей, совсем немного истории. Почти весь Ирак придерживается одной религии – ислам. Но в основном двух разных направлений. Большая часть – шииты, 60%, меньшая – суниты, 30%. По идее, направления не конфликтуют друг с другом. И веками живут мирно. Но, как это часто бывает, находятся радикальные фанаты, которые доводят все до абсурда, и до конфликта, и даже войны. Так вот, в Ираке перед появлением ИГИЛ сложилось так, что основные посты во власти удерживали шииты, которых большинство. Суниты считали, что их притесняют, не давая продвигаться на серьезные должности. Так вот, ИГИЛ воспользовались этим расслоением и внушали людям, что суниты должны иметь больше прав. И некоторые в первые месяцы войны им верили. И, то есть, люди тогда воспринимали их, как, знаете, как борцов за справедливость, как борцов. И это кошмар, потому что это не имеет, естественно, ничего общего к реальности, потому что практически в этот же день началась страшная жесть, когда там людей, более-менее причастных к правительству или к полиции и так далее, их просто пачками начали расстреливать, сбрасывать в реки и так далее. Они не люди, они монстры. ИГИЛ угрожало мирному населению. Вначале оно угрожало только шиитским святыням, но теперь их угрозы направлены против всех. Их заминированные машины убивают всех — христиан, сунитов, курдов, шиитов и представителей всех общин. В бомбе нет разницы, суниты или шиит. Таким образом, мы поняли опасность ситуации для людей, а не только для святынь. Помните иракского Рэмбо? Пожалуй, самый известный командир иракских подразделений в войне с запрещенной группировкой. Его называют Абу Азраэль, Палач ИГИЛ, Ангел Смерти. Это его первое интервью кому бы то ни было из России. Он принял нас у себя дома, где он живет обычной жизнью. Ну, почти обычной. Рядом со столиком с напитками всегда стоит автомат, минимум с двумя магазинами. А на стене телевизор с множеством камер, которые фиксируют каждое перемещение вокруг его дома. Однажды они повесили тела солдат иракской армии. Было повешено около 16 тел. Вот кладбище Равафил. Тела оставались висеть 6 месяцев. Представьте, как они растолстели под солнцем, жарой и холодом. Что будет с телами в этих условиях? Поэтому ИГИЛ повесила трупы и сфотографировала их, чтобы рассказать людям, которые придут сюда, чье здесь будет кладбище. ИГИЛ чудовище, но нам не страшно. Мы не боимся его. Мы освещаем тьму. Мы люди идеи. Мы работаем, чтобы защитить Родину и защитить Ирак и иракцев. Всех вероисповеданий. У нас есть вероучение. Но у ИГИЛ тоже есть идея. Давайте будем честны. Доказательством этого является то, что террористы ИГИЛ пересекают континенты, чтобы прибыть сюда. Я признаю достоинство своего врага и уважаю его. У моего врага есть вероучение, и он пришел яростно сражаться. Но мы сжёстче его. Когда запрещенные чуваки в чёрном начали наступление, они взяли второй город Ирака Масул за 6 дней. Это были брейки-ньюс на всех каналах мира. Боевики нападают на штаб-квартиры военных, отключают электричество в городе, захватывают полицейские станции, банки и вскрывают их хранилища. Берут под свой контроль тюрьму и распускают заключенных, чтобы создать как можно больший хаос на улицах. Просто в какую сторону не повернись. Вот, например, разбомбленная машина. Вот дом сложился, вот остаток хвост какой-то мины. Это просто что-то абсолютно, честно говоря, крышесносное. Я просто попал, как будто, знаете, в мир после апокалипсиса. Вы представьте, сколько стен раскурочило, если из одних только вырванных кусков арматуры, на них держался бетон, сформировались целые горы металлолома. Вот велосипед. В разрушенной квартире словно замер на балконе. До сих пор под слоями пыли. Вот здесь вот были когда-то явно обычные дома. Вот тот дом тоже наполовину сложился. Это просто дичь какая-то. Видно, что здесь даже остались вот некоторые... После момента вот этих перестрелок некоторые баррикады здесь до сих пор сохранились. Почитали, провели статистику. В общей сложности в Масуле было 54 жилых района. Из них 15 уничтожили полностью. Ну, вот как вот эти. Потом 23 района. Расхреначили примерно там вот наполовину. А еще 16 районов пострадали менее значительно. Вот. То есть таким образом 15 плюс 23. Это получается 38. И еще плюс 16. Как раз получается 54 района. То есть, проще говоря, нетронутых районов вообще в городе не было. Первым делом запрещенной группировки было важно захватить стратегическую высоту. Самое высокое здание города – госпиталь. Все это превращено просто в груду какого-то хлама. И ты заходишь и, например, смотришь, что здесь вот, смотрите, просто стоит, ну, как бы, реально новейшее медицинское оборудование. Посмотрите, его вот тут прям, я так понимаю, просто хранят, да, и, наверное, его смогут использовать. При этом его никто не ворует, да, что, в общем-то, любопытно, да. Огромная бочка со здоровенной пробоиной – это бывший бак, в котором накапливали питьевую воду. Сейчас все это выглядит реально как будто только-только Вторая мировая закончилась. Его разбомбили до такой степени, что просто его во всех медиа показывали. И чем выше ты поднимаешься, тем меньше тут сохранилось стен. Потому что, естественно, боевики занимали высоты. И по этим высотам, естественно, били все, кто может. То есть вот, например, на девятом этаже вот так выглядит тут стена. Просто вот огромное такое чувство, что, знаете, танк прям сюда попал. Причем такой мощный. Даже несколько как будто снарядов. Поднимаемся вот сейчас уже на десятый этаж. И ты понимаешь, что тут даже от крыши, в общем-то, практически мало чего осталось. В некоторых комнатах к окнам подходить страшно. Кажется, стены вот-вот вывалятся. Мне выделили двух людей для сопровождения. Потому что некоторые этажи здесь до сих пор не до конца разобраны от снарядов. Хотя раньше здесь пройти было невозможно, не наступив на взрывчатку. На стенах висят фотографии, как здесь было сразу после боевиков. Повсюду валялись огромные баллоны с взрывчаткой. Слушайте, спланировать и организовать эту поездку в одиночку мне было бы реально крайне сложно. Хорошо, что со мной работают ребята, целая команда, которая очень помогает мне. Но по сути это означает, что я теперь не просто журналист, а фактически предприниматель. Потому что офис, зарплаты, договоры, все это должно работать постоянно. Вне зависимости от того, в какой точке мира я нахожусь. Чтобы не погрязнуть в рутине и оставаться мобильным, мне понадобилась помощь профессионалов. И я, в общем, нашел ее, открыв счет в банке «Точка». Самое важное для нас это возможность решать все вопросы онлайн. А здесь как раз отличный интернет-банкинг и круглосуточная служба поддержки по телефону или в чате. Еще важный момент – это платежи за рубеж. Я постоянно работаю с международными консультантами, переводчиками, фиксерами. И нужно довольно быстро решать вопрос оплаты их услуг. А в банке «Точка» оперативно проверили договоры и довольно быстро осуществляют платежи за рубеж, кстати, по выгодному курсу. Кстати, о финансовой стороне. Пополнение счета, как и платежи физическим и юридическим лицам, бесплатно. «Банк.Делай то, что можешь только ты. Скажи это делом». Подробная информация об услугах и тарифах ждет вас в описании. А когда выходишь на саму крышу, просто жесть какая-то невероятная. Вот как это выглядит. И такое ощущение, что ты как будто на электростанции Чернобыля. Потому что тут разбросаны абсолютно вот эти искореженные куски металла, которые остались от этих бесконечных боев. И ты смотришь на вот эту красивейшую, безумно красивейшую природу Ирака. И, честно говоря, вообще не веришь, что человечество на такое оказалось способным. Смотришь на соседние здания, а они как будто не из бетона сделаны, а из печенья, которые в чае вымочили. Обмякли и сложились. Вот, например, десятый этаж провалился на девятый. Здесь вот, например, крыша прям провалилась. Сюда не буду спускаться, а то тоже провалюсь. Это паритый. Ну, самый легкий. Вот снаряд, кажется, размером из дерева, прилетел в стену. Сюда явно прилетела авиабомба. Террористов выбивали с воздуха. Бетон вырвало с корнями. Это была фактически стратегическая высота Масулы, конечно. Ее было очень важно захватить, потому что по правилам любой войны, кто выше забирается, тот по большим людям и технике попадает. Запрещенная группировка также захватывает телестудии и получает фактически свое телевидение. Им нужно как можно больше средств связи с населением, чтобы вести массовую агитацию. У них была своя радиостанция. Она находилась в этом здании. Рядом у них был заминированный автомобиль, чтобы в любой момент взорвать военных, если те попробуют напасть на них. В итоге эта машина взорвалась при бомбардировке здания. Этого человека зовут Гадир Ибрагим. Он строитель. Много лет живет в старом городе Масула. В момент, когда боевики вошли в город, он был здесь и видел, как они переоборудовали город под себя. Это здание они использовали как мастерскую, чтобы минировать здесь свои машины. Они также мастерили там пояса со взрывчаткой и использовали генератор в этом магазине и подавали электричество своим последователям в дома, в которых они жили. В этом доме был небольшой штаб, из которого стреляли из минометов по левой стороне. Гадир сам живет напротив дома с той машиной на крыше, которую я показывал в начале выпуска. А лично к тебе в дом заходил Ибрагим? Да, меня хотели насильно выгнать. Но они вошли и увидели, что здесь живет две семьи. Что наши комнаты расположены ни под землей, ни в подвале. И поняли, что размещать здесь свои семьи нельзя. Да, вы не ослышались. Боевики часто входили в город со своими семьями. Настолько серьезные у них были намерения. И очень тщательно выбирали места, где размещать их. Это подвал, где они жили со своими семьями. Здесь проживало около 20-25 человек. Когда сюда вошли правительственные силы, они вывели их отсюда. Многие были ранены. Еще более внимательно они выбирали места для своих раненых бойцов. И вот конкретно здесь, вот в этом подвале, находился госпиталь запрещенной организации ИГИЛ. Уж простите, что я по миллион раз это повторяю. Короче, это просто трешак. Ты спускаешься. То есть это, в принципе, такое помещение, которое вообще, ну там не знакомец. Вряд ли заметят, если пойдет по этому району. И ты попадаешь, это такая, знаете, ну это реально идеальное укрытие. Вот сейчас посветление сделаю немножко, извините. Вот. И, то есть, конкретно здесь, как мне рассказали местные, лечили самых тяжело больных, скажем так, боевиков. Здесь вот, например, в одном месте даже осталось, смотрите, крючок, на котором висит прям, ну короче, системы так делают, да, вот, знаете. Это я так пытался вспомнить слово «капельницы». Да, их делали ИГИЛовцам прямо здесь. Тут такие крючки повсюду, на самом деле, куда не повернись. Вот эти крючки, тут еще много этих гвоздей. Конечно, то есть это идеальное абсолютно такое укрытие, потому что даже если сверху попадет авиабомба, то есть над тобой еще этажей пять, и бомба точно не пройдет. Это была их больничная койка. Когда мы приехали, то увидели целые упаковки с неиспользованными лекарствами и медикаментами. А сколько здесь было человек? Здесь было много людей. Это было последнее место, где они оставались. Когда боевая техника подошла к этому месту, они начали отходить, и это стало местом, в котором они потерпели главное поражение и направились к главной площади города. Здесь находились их кровати. Вот тут были их кладовые и полные лекарства. Это их документы. Они оставили свои книги? Да, оставили. Гадир прожил здесь все полтора года, что шла битва за Масул. Было постоянно страшно. Они приходили в наши дома, самолеты военных бомбили их с воздуха, а ИГИЛ пытались сбивать их. Получилось, что боевики ИГИЛ сражались рядом с обычными семьями. ИГИЛ приходили в дома к людям? Они приходили сюда со своими семьями и насильно жили с нами. И если кто-то пытался возражать, они отводили его в свой штаб и избивали или убивали. Некоторые жители этого района пытались им противостоять, но у них ничего не получилось. Есть и другие, которых здесь казнили просто потому, что они выступали против них. Такая была тактика. Как только начинались бомбардировки, боевики приходили в самые густонаселенные районы города. Ставили военных перед сложным выбором. Либо бомбить, попадая по населению, либо не бомбить вовсе. В целом силам Ирака, ополчению и международным войскам первое время было настолько трудно скоординироваться, что они несли колоссальные потери. Иракский Рэмбо, и тот оказался в окружении. И несмотря на его скалообразные мускулы, и ему было страшно. На самом деле, когда мы оказались в ловушке в районе Инга, я испугался, потому что у меня было четыре дочери. Когда они окружили нас в этом районе, я позвонил своей семье и сказал им, что погибну. Когда нас окружили, есть некоторые детали, о которых я не люблю говорить. Когда мы были окружены, наши припасы уже почти закончились. И я увидел человека в маске в автомобиле Ниссан с флагом ИГИЛ, который приближался, чтобы убить нас. Но иногда мы стреляли, чтобы обмануть их и заставить думать, что у нас есть припасы, а на самом деле их не было. Нас было трое, я и двое друзей, и один из них принял мученическую смерть. После этих сцен ваша слюна высохла. Я позвонил своей семье и сказал им продать машину, потому что я могу не вернуться, пока мы в ловушке. Мы все дети Аллаха, и к нему наш последний путь. Моя семья заплакала и выключила телефон. После этого я позвонил своему брату, Абу Монтазеру Юнессу, и попросил его позаботиться о моих дочерях. Я повесил трубку и повторил слова из нашей веры. И вот едешь ты, значит, едешь по всей этой безумной пустыне, а потом заходишь в отель. Вы просто посмотрите на этот отель. Вы просто посмотрите, это просто какие-то хоромы. Посмотрите, это просто какой-то Саддам Пелос, реально дворец Саддама. Я ничего подобного не видел. Вы посмотрите на эти вот царские колонны. Это же только самые вообще авторитетные люди в России могут все такое подобное. А на люстры, мне кажется, такая люстра только в филармонии висит где-нибудь. Ну или в консерватории эти висят. На рынках колорит такой, что глаз не оторвать. Вы посмотрите на прическу этого милого торговца. Они здесь очень модные. Вот человек на рынке, увидев меня, предложил обрызгать меня всеми видами духов. Затяните, тут в качестве пробника шприц с туалетной водой. На самом деле в Ираке сегодня есть уже абсолютно безопасные зоны, куда можно и нужно ехать туристом. Честно сказать, я думал, что такого нет уже несколько, наверное, веков, если не десятках веков. То есть тут живут люди посреди болот фактически. Это такая, знаете, условно-иракская Венеция. Причем болота эти, это реальные лабиринты. В них разобраться вообще невозможно. Вместо дорог каналы, вместо машин деревянные каноэ. Эта область в древности называлась Месопотамия. Территория в долине рек Тигра и Ефрат. Кстати, считается, что около истоков именно этих двух рек находится рай. Да, вы не ослышались. Люди умудрились вычислить, что Эдемский сад, описанный в Библии, находится именно здесь. В двух часах езды от Багдада. А не на каком небе, как мы привыкли думать. Только вот сегодня условия жизни людей здесь весьма далеки от райских. Просто с нос башки. Плывешь, плывешь целый час, а потом открывается, смотрите, деревня. Как будто в фильме «Водный мир». Плывешь, плывешь, и на горизонте вдруг земля. Множество домов, собранных из камышей, рыбацких сеток, которые составляют целое поселение. Честно говоря, это просто с нос башки, потому что они, вот смотрите, на этой речушке, которая, в общем-то, даже не речушка, это в основном какие-то болота. Они построили целую деревню по обе стороны. Вот такие домики из каких-то вообще абсолютно камышей. Реально их собрали. И как бы здесь живут люди. Они не только здесь ловят рыбу, они еще и разводят быков. Вот они вот так вот выходят и вот там вот окунаются в воду. Это на самом деле что-то невероятное. Огромные бочки на лодках – это аналог нашего водопровода. Конечно, никакие трубы с пресной водой до сюда не дотягиваются, поэтому местные возят воду из ближайшего села на суше каждый день. Женщины укрыты черными одеждами полностью, мужчины ходят в рубашках с длинными рукавами, несмотря на жару. Голову кутают платками, накрывают даже двигатели для лодок. Жара безумная, не щадит никого и ничего. Причалить к чьему-то берегу значит уже зайти в гости, а меня здесь никто не ждет, поэтому подплываем к сараю и просим малышей позвать старшего. Напрашиваемся в гости. Человека в белых одеждах зовут Мохаммед. Живет здесь 8 лет. Мы живем там, где есть сорняки, которые служат кормом для нашего скота. Мы честно зарабатываем на жизнь. Мы выращиваем скот, получаем от него молоко, выращиваем, потом продаем и едим. Скажите, а откуда вы взяли такую огромную корову? Почему она такая большая? Потому что она старая, ей около 4 лет. Животные схожи с нами, с людьми. Некоторые из нас невысокие, а некоторые высокие. А где вы берете для них еду? Мы покупаем еду в провинции. Оттуда привозим помидоры, рыбу и курицу Аль-Хавар. На хозяйстве у Мохаммеда несколько буйволов, которых я в попыхах назвал большими коровами, и пятеро детей. Посмотрите, как сейчас зайдем внутрь этого жилища. Это просто невероятно. То есть снаружи это такое, оно обложено, такое какое-то полетеной штукой. Вот много пакетов они сюда наложили для того, чтобы хоть как-то защищаться от жары, потому что жара тут неимоверная. И посмотрите, тут прям полноценная, знаете, квартира. То есть тут прям несколько комнат. Вот это вот прихожая. В которой они вот, собственно, здесь как бы готовят еду. То есть вот кухонька, вот всякие кастрюли. Вот все, в общем-то, необходимое. Лепешки пекут вот в таких печках. Прежде чем прикреплять тесто к горячей стенке изнутри, его надо поперекладывать из рук в руки. Питьевая вода часто выглядит вот так. Хоть и темного цвета, но зато отстоявшаяся. Мух, конечно, очень тут много. Прям вообще кошмар, конечно. Мух, смотрите, прямо вылепили эту бочку. Ну вот, но в целом здесь, надо сказать, вообще не жарко. Тут очень даже комфортно. Но вообще, конечно, такое прям интересное жилище. Следующая комната – спальня. Двери нет, зато и стена. Ну как стена? Просто камышей наставили сухих рядом друг с другом. Туда, в общем-то, не принято запускать гостей. Но вот мне разрешают заглянуть даже. Это прямо редкий такой случай. Соответственно, вот так выглядит спальня в этом доме. То есть это, знаете, такие аккуратные покрывала, которые просто постелили на полу. И прямо здесь они отдыхают. Вот на таких подстилках спят на полу. Вот, смотрите, вот ходит он, заботится, чтобы все-таки убрано было, когда к нему гости пришли. Вот у них там шкафчик такой небольшой висит. Вот видите, лента висит такая. А вот там же телевизор, обратите внимание, стоит. Я думаю, конечно, ТВ, ТВ. Телевизор, телефоны. То есть все у них есть, все вообще даже работает. Очень аккуратная крыша. Вот, конечно, на самом деле я вообще не представляю, как в принципе можно жить вообще в таких местах. А как они умудряются еще и поддерживать довольно-таки такой приличный порядок. Это просто вообще космос. А вы внутри спите? Конечно. Шесть детей, муж, жена. Обычно мы продаем молоко. Но в наши дни производство меньше, потому что производство молока буйволов носит сезонный характер. Обычно самки беременеют в четвертом месяце и рожают в девятом месяце. Мы также продаем несколько самцов-буйволов, когда нам нужны деньги. Корм в этот период стоит дорого. И хозяйство с каждым годом вести все тяжелее. Главная проблема – вода в каналах становится все более соленой. Это происходит из-за почвы на дне. Наши почвы соленые, и они приводят к засолению из-за низкого уровня воды. А как поднять уровень воды? Это вопрос, которым должно заниматься правительство? Да, это дело правительства. Но в прошлом году дождя не было. В этом году условия Ирака немного другие. Даже цена на сено выросла с 4 до 7. Конечно, рост курса доллара нам вредит, но мы страдаем в основном из-за высоких цен на корм и нехватки воды. Цена тонны кормового мешка – 10 тысяч динаров. И если мы хотим хорошо накормить животных, 5 буйволов могут съесть 4 мешка. Это сложно, но мы ждем милости Божьей. По такому же принципу живут сотни, тысячи семей здесь. Причем некоторые, как наш друг Мухаммед, совмещают это еще и с жизнью в городе. У меня две семьи. Одна здесь и одна в большом городе. А коза в моем сердечке. Здесь довольно тяжело жить. Нам нужно добыть корм и воду. Буйвол без него не живет. Если вы хотите вырастить его недалеко от города, за ним нужно гораздо больше ухаживать. Ближайший крупный город к болотам – Басра. Вы удивитесь, но он считается деловым центром Ирака. Это реально самый богатый город страны, потому что в этом регионе находится множество нефтяных месторождений, а также богатейший порт, из которого черное золото отправляют по всему миру. Не поверите, но главный судебный орган здесь не правительственный суд. Здесь реально есть совет старейшин, который решает множество вопросов. Так вот, если какие-то международные компании заходят в этот регион, они в первую очередь должны договориться вот с этими старейшинами. Вообще смогут ли они работать здесь или не смогут? Как бы да, реально, представляете? То есть не в правительство они заходят, не в какие-то министерства, там какого-нибудь энергетики, нет. Надо сначала договориться со старейшинами кланов. И вот если они согласятся с тем, чтобы вы там добывали нефть свою какую-нибудь, или точнее их нефть, или еще что-нибудь делали, вы только после этого с вами можно вообще, с вами будут разговаривать в правительстве. Совет старейшин согласился принять меня на интервью. Честно говоря, было ощущение, что я попал в какой-то арабский фильм. Вы только посмотрите на этих колоритных мужчин. Один ярче другого. Вот у человека перстень размером с кулак. У другого взгляд, как будто Саддам Хусейн восстал из мертвых. Это не просто люди, это представители самых влиятельных семей и кланов Басры. Скажите, а каким образом вы решаете эти проблемы? Можете рассказать? Могу привести примеры реальных ситуаций. Например, убийство. Когда мы не знаем, кто убил, или если была попытка убийства, здесь можно решить эти вопросы. Мы проясняем ситуацию с помощью выслушивания заявлений двух сторон. Когда тебе стороны заявляют то, что они знают, мы пытаемся ухватиться за эту нить повествования, из которой мы исходим, и ищем решение в соответствии с исламским шариатом. То есть, фактически, это суд старейшин, только он имеет здесь большее значение, чем реальный государственный суд. И это неудивительно. Метод изучения дел здесь весьма серьезный. В случае убийства должны присутствовать два свидетеля. Свидетель – это лицо, выдвинутое его кланом, или ответственное за него лицо. При отсутствии двух свидетелей должен быть один свидетель и суд присяжных. Цель процесса – положить конец этой проблеме, а не распространять зло, поскольку убийство порождает убийство. Если вы попали сюда, то у нас станет час милосердия, и все закончится. Причем наказания за одно и то же преступление, например, убийство, могут быть разными, зависит от того, какое это было убийство. В случае умышленного убийства часто осуществляется возмездие. Убийца может быть казнен. Когда объявляется решение, у нас есть запись, на которую можно ссылаться в любое время в течение многих лет. А зачем вы все документируете? Мы ведем свою документацию, потому что опасаемся подделки в фотошопе. Мы все документируем, скрепляем печать у моего отца, чтобы убедиться, что записи не подделаны, и с ними ничего не сделали. А может ли быть выплачена компенсация за смерть, ну, например, в случае автомобильной аварии? Да, был подобный случай. Произошло дорожно-транспортное происшествие, и компенсация была уплачена. Что касается компенсации, то она является законным требованием и составляет 5250 серебряных динаров из серебра. Это сколько сегодня? По текущим ценам это составляет около 36 миллионов 750 тысяч динаров. То есть 28-29 тысяч долларов? Да, около этого. То есть если вы убили кого-то непреднамеренно, то 2,5 миллионов рублей будет достаточно, чтобы искупить свою вину, при условии, что ваше раскаяние примет совет старейшин и семья потерпевшего. Попасть в круг старейшин, если ваша семья не состоит в нем много поколений, практически невозможно. Скажите, а как выбираются люди, которые принимают решения на вашем суде? Такое право передается по наследству от предков. Другие люди сталкиваются с такими проблемами раз в жизни. Мы же сталкиваемся с похожими проблемами 2-3 раза в месяц. Таким образом мы накапливаем информацию о нашем опыте. В день, когда оператор Мортеза попал в засаду в том самом доме, который окружила запрещенная группировка, он тоже думал, что все закончится. В джип-то они погрузились, но вот дальше он до сих пор не понимает, как выжил. В джип подогнали вплотную, люди набились в кузов. Рядом с домом в этот момент работало две машины. Бронированный экскаватор. Я, честно говоря, никогда не знал, что такие вообще существуют. Оказывается, он нужен, чтобы разгребать дорогу от разломанных кусков зданий, иначе не проехать. Другая машина отстреливалась. На башне установлен станковый пулемет МК-19. Супермощная штука. На расстоянии полтора километра способна самолет избивать, но медленная. В городских условиях, когда бойцы близко друг к другу и быстро перемещаются, самое сложное — это прицелиться и попасть. Кстати, знаете, зачем ковер на бронированной башне? Это от жары. Благодаря ткани металл нагревается хоть чуть-чуть меньше. Температура в Ираке летом за 50 градусов. Задача пулеметчика — пробить стену здания, где засели игиловцы, и заставить их сбавить напор, пока парни выходят из засады. Теперь мы идем в другой дом, который находится в углу. Войска пойдут отсюда, а мы из этих окон. Это я иду на осады. Этот молодой человек, его уже нет живых, наблюдал из этого дома. В этот момент оператора Мортеза у дома тоже ждали. Вот эти двое малышей. Привыкнуть к уездам папы на войну невозможно, поэтому в редкие дни, когда он был дома, не отходили от него ни на минуту. Вот дружище улегся на полуп среди комнаты и спит. Главное, что папина ладонь рядом. Мортеза прошел в качестве оператора-документалиста почти всю войну с запрещенной группировкой ИГИЛ. Три года в одних окопах с военными. Говорит, погибнуть должен был как минимум шесть раз. Я вошел в какое-то место, случайно наступил на что-то и замер. Произошел взрыв. Я не знаю, как я выбрался и пережил все это. Я потерял сознание и был ранен осколками в лицо и руки. Взрывное устройство было размещено на грунтовой улице в ее начале. Они производят взрывные устройства с помощью метода, называемого четки, который состоит из переплетенных проволок. Когда вы наступаете на нее, цепь замыкается и происходит взрыв. То есть вы прям ногой наступили? Да, я наступил прямо на это устройство. Меня ударило в лицо и в руку с левой стороны, где произошел взрыв. В этот момент Мортеза не потерял сознание, и от этого было еще страшнее. Я видел пыль, слышал звуки и взрыв. Я подумал, что мертв или вот-вот точно умру. Я касался своего тела, чтобы увидеть, потерял ли я руку или ногу. Вот место ранений. Молодые ребята сказали, что мне повезло. Потому что как раз перед этим произошел еще один взрыв, разорвавший гусеницы бронетехники. В следующий раз его команде повезло меньше. Видите другу, которого он обнимает, как будто в последний раз? Так и случилось. В тот раз был последним. Они с товарищем поехали снимать аппортаж возле миномета. Вот он работает по принципу взрывающейся капсулы. Опускаешь снаряд, он взлетает. Вокруг было 6-7 человек. Друга звали Хамза. Это фото сделано менее чем за минуту до взрыва. Я стою там. Этот парень, который хотел сделать со мной селфи, спас меня. Благодаря ему я переместился немного подальше от источника взрыва. Иначе осколки попали бы мне в грудь или в тело. Я пытался подползти к нему, но не смог. Я понял, что парализован. Ей-богу, эти видео заставляют почувствовать боль разлуки с друзьями. Что касается физических ран, то они в порядке. Вы чувствуете, что все ваши друзья ушли из жизни из-за этой войны. И никого из них не осталось. Я был потрясен, потеряв друга. Мы были очень близки. Мы делили работу между собой, чтобы сфотографировать события с разных ракурсов. Но произошел взрыв. Это я. Я понял, что парализован, потому что ранение было прямо в пояснице. Рэмбо Абу Азраэль в своей засаде тоже готовился расстаться с жизнью. Как вдруг в небе кто-то разглядел самолеты своих. У одного из братьев было устройство для связи с самолетами. Самолет летел из Масула в Туз-Хурмату, слева или справа. Первый сказал, это первый. Второй ответил, я вас слышу, первый. Он сказал ему, что это наши черные хамеры, и некоторые из них сгорели. Если можете, бомбите нашу местность, мы в окружении, иначе ИГИЛ нас убьет. Второй ответил ему, что у него больше нет боеприпасов, нет ракет. Первый сказал, стреляй из пулемета. Но второй опять сказал, что у него нет боеприпасов. Первый сказал ему, пожалуйста, брат, мы погибнем. По крайней мере, вы можете бомбить нас, чтобы мы погибли с честью. Если вы можете убить ИГИЛ, бомбите их. У них вертолет, типа ночной охотник. Но второй не подчинился. Самолет дважды зависал над нами. ИГИЛ ожидала, что самолет будет бомбить бочки Сифора. Когда ИГИЛ увидела, что самолет дважды завис в воздухе, террористы думали, что он взорвется. Таким образом, ИГИЛ быстро отступила. В дом к этой семье боевики пришли в самом начале войны. Видите изрещенные стены? Это потому, что армия пыталась выбивать отсюда боевиков. Это город Рамади. Мы спали ночью, а ближе к рассвету услышали стрельбу и взрыв где-то близко на праздничной площади. После чего звук стрельбы становился все ближе. Армия начала отступать. Армия, полиция и силы безопасности начали уходить из Рамади. В этом районе остались только мы и ИГИЛ. Ты знаешь, что они делали с твоим домом? Ничего особенного. Но если один из членов дома являлся полицейским или сотрудником службы безопасности, они забирали дом и регистрировали его на себя. А как люди жили с ИГИЛ? Семьи не могли уехать, потому что у них не было достаточно средств. Поэтому им приходилось оставаться и жить с ними. Тут есть такие семьи? Да, здесь есть много семей, которые были вынуждены жить с ИГИЛ, потому что они не могли покинуть этот район. Когда этот район был осажден силами безопасности, армией и силами американской коалиции, ИГИЛ покинул район, и семьи были вынуждены уйти вместе с ними, спасаясь от боевых действий. Вы поняли? Даже когда боевики отступали, они забирали семьи с собой в качестве прикрытия. Еще хуже приходилось женщинам, особенно тем, кто терял своих мужей. Помните, я показывал Майду, которая прослезилась во время интервью в первой части. Она не видела своего мужа с тех пор, как он попытался вырваться из города, оккупированного запрещенной группировкой ИГИЛ. Но она по-прежнему хранит ему верность и не позволяет никому мужского пола даже притрагиваться к ней. Микрофон для интервью ей вешала девушка с красивым именем Кевсар. Она создала целую организацию, которая помогает иракским женщинам после войны, и ревела практически все интервью Майды. Многие женщины покончили с собой. У многих сейчас есть ментальные проблемы. У них ничего не осталось в жизни, и они не хотят продолжать жизнь, потому что потеряли все. Единственным спасением было получить травму. Из-за этого боевикам было проще бросить людей в обваливающемся доме. ИГИЛ были тут повсюду, везде. Они обыскивали дома. Давай я тебе помогу. Подними это. Чувствуешь свою ногу? Нет, я не чувствую. Скажи Аллах, не бойся. Ай, моя спина! Аккуратнее! Не бойся, не бойся! Аккуратнее держите ее ногу. Давайте, идите. Эта семья пострадала от рук ИГИЛ. Там еще кто-то остался? Узнали? Это тот самый оператор Мортеза раскапывать людей в заваленном Масуле. Однажды и ему пришлось взять в руки оружие. Нас в доме было четверо парней, и нам нужно было выходить. Я получил один из автоматов. Это был автомат погибшего солдата, американский М4. До последнего надеялся, что стрелять ему не придется. Неожиданно кто-то появился передо мной. Между нами было небольшое расстояние, метров 10. Я застрелил его. Мы выяснили, что это террорист из Марокко. На нем был пояс со взрывчаткой. Это также задокументировано в видео. Да, это единственный человек, которого я убил. Я был вынужден взяться за оружие, чтобы защитить себя. По разным оценкам, за время битвы в Масуле погибли от 9 до 12 тысяч мирных жителей. Этот торговец арбузами по имени Уад тоже жил рядом со штабом ИГИЛ все дни битвы. Они входили в наши дома и выходили, когда хотели. Иногда они говорили нам выходить из наших домов, чтобы сражаться за них, когда бой усиливался. Они входили прямо в твой дом? Да. Что они делали? Они обстреливали самолет из крыши нашего дома. Им было наплевать, что в доме были семьи. Те, кто отказывал террористам, оказывался чаще всего в пыточных камерах. Боевики просто могли остановить человека на улице и заставить взять автомат в руки. Поэтому люди часто боялись выйти лишний раз на улицу. А где ты был во время битвы? Я был в доме, и мы не могли выйти. Где твой дом? В этом районе. Все, окей. Можешь описать, как здесь все было? Ситуация была тяжелой. Ни еды, ни воды. Мы умирали от голода. Мы пили дождевую воду. Люди очень устали. Мертвых хоронили в доме, не выносили. Больных нельзя было доставить в больницу. С Гадиром было то же самое, пока не прятались в доме. А что ты ел? Поначалу у нас была еда, но мы экономили на ней. В итоге у нас осталась только пшеница. Цены на продовольствие сильно выросли. Мы покупали масло за 80 тысяч. Килограмм муки 20 тысяч. А пакет сока мы покупали за 8 тысяч динаров. Я однажды покупал пакет молока для своего маленького сына за 90 тысяч. А где вы покупали еду? Мы экономили. Ели то, что у нас было. В конце концов, боевики открыли сами рынок, и мы покупали у них. Со временем игиловцы стали открывать не только магазины, но и свои мечети, офисы. У них даже появился свой университет. Взять здание университета, конечно, было для них очень важно, потому что, ну, условно, кто контролирует молодежь, тот контролирует все. И когда они вошли сюда, то есть они, например, запретили некоторые предметы. Например, там, философию запретили. Также запретили, например, как сказать, литературу тоже запретили. Вот, более того, значит, на физкультуре они ввели такое патриотическое джихадистское воспитание, вот, и так далее. Также начала работать с полицией нравов. И на самом деле то, что, в принципе, здесь происходило, вообще как бы уму непостижим. Университет Масула – это не просто вуз, это огромная группа зданий, причем очень хорошо укрепленных. Они использовали здания факультетов под разные базы. Более того, у них была своя лаборатория, и там новости писали, Евроньюз, Би-Би-Си писали о том, что боевики проводили опыты по созданию химического оружия. Вот, и как бы, то есть это было максимальное такое фортификционное сооружение, реально вот на уровне Пентагона по оснащенности и защищенности. Вот, например, смотрите, здесь был секретный туннель, чтобы главари бандосов могли в любой момент вывести. Такое чувство, что вот как в Counter-Strike, может быть, кто-то помнит, в Мэншене, вот туда вниз они как будто прыгали. Я не знаю, у меня нет других ощущений, я, слава богу, никогда в жизни не сталкивался ни с чем подобным, но это просто поражает. Военные, которые полдня говорили нам, что внутрь заходить нельзя, так как там могут быть неразминированные снаряды, делают для нас исключение и ведут внутрь. Видите вот эту дыру? Это как бы такая излюбленная тактика боевиков. Вместо того, чтобы выходить на улицу, перемещаться, им было гораздо проще там перелезать, перепрыгивать из одной комнаты в другую, просто расхреначив одну стену. Вот, например, смотрите, еще одна такая же дырень. Вот, при этом огромное количество боевиков пряталось еще и под землей. Вот конкретно вот эта вот дыра, ее сейчас засыпали. Вот, она ведет как раз к системе туннелей разветвленных, вот, где они тоже довольно долго держали оборону. Вот, смотрите, остались вилка и ложка от боевиков. Еду, снабжение, все им поставляли сюда по системе туннелей. В принципе, человек, который в военной форме нас тут возит, он говорит о том, что здесь вообще до сих пор перемещаться, на самом деле, небезопасно. Они говорят, очень внимательно смотрите под ноги, потому что, ну, как бы, вроде бы разминирование проведено, но мин было такое количество, какое-то невероятное, причем самых разных, больших, маленьких, скрытых, скрытых под вид камня, скрытых под вид листьев, что, в общем, как бы, ну, как всегда вы не защищены. А вот на таких, кстати, тележечках боевики подвозили боеприпасы. Как раз вот именно их они использовали, поэтому они повсюду стоят. Вот, вон там еще одна жесть. Из одних только сожженных автобусов для перевозки студентов сформировалось целое кладбище. Просто огромная парковка, которая, в общем-то, просто превращена тоже такую в груду выгоревшего, искореженного, очень так жестко и жестоко металла. То есть они прям выгорали полностью. Эти автобусы, смотрите, там на руле даже обшивки не осталось. Ну вот, конечно, эти автобусы использовались для того, чтобы и в них закладывать взрывчатку, чтобы и за ними прятаться. То есть это была такая одна из самых распространенных, одно из самых распространенных передвигаемых укрытий, внутрь заходишь, только просто посмотрите вот на это. Такое чувство, знаете, что все просто вот замерло в тот момент вот этого ужаса. А мы здесь, это кошмар, честно говоря. Слов нет. Дошло до того, что премьер-министр Ирака заявил, что война с запрещенной группировкой ИГИЛ фактически является третьей мировой, так как боевики угрожали распространить свое влияние по всей планете. К борьбе с террористами подключаются США, Великобритания, страны Европы, даже, казалось, всегда далекая от войн Австралия, также Марокко, Россия включается в войну на территории Сирии. В общей сложности больше двух десятков стран начинают войну, в основном атакуя с воздуха, фактически еще раз стирая с лица земли город Масул и не только. Честно говоря, просто глаза на лоб лезут от этого, потому что вот так сейчас выглядит старый город Масула. Это вот просто слов нет. Посмотрите, здание реально как карточный домик рухнуло, вот перекрытие просто выворотило, вот там вот лестницы пообваливались, а все остальное вообще просто превращено в щебень. Это просто слов нет, честно говоря, потому что... Причем это не просто здание, не какой-нибудь обычный дом. Практически все это храмы или здания, которые имели отношение к храмам, так вот именно здесь происходила последняя битва с запрещенной группировкой ИГИЛ. Именно здесь укрывались бандиты до последнего, и здесь абсолютно все так выглядит. То есть посмотрите, ты идешь, например, следующее здание тоже, оно просто превращено в щебень. И именно сюда наносила удары, значит, международная коалиция. То есть они пытались выбить террористов вообще любой ценой. АПЛОДИСМЕНТЫ Заглядываешь внутрь, и дух захватывает. Величественные здания. Уровни архитектуры, как какие-нибудь египетские пирамиды или эрмитаж, все превращены в груду камней. Взбираешься на крышу и вообще глазам не веришь. Абсолютно каждый дом, как минимум одна авиабомба в него попадала, а вот в большинство и далеко не одна. Вот, например, посмотрите, вот этот дом вот просто вот разрушен полностью. Вот он когда-то был целиком вот такой дом, а сейчас от него осталось полторы стены, и, соответственно, вот одна как-то еще держится на честном слове. Вот, и здесь абсолютно везде так. То есть вот, например, тоже дома нет, просто вот половина стены не осталась. И, конечно, то есть именно вот в этом районе до последнего заседали боевики. И, то есть, конечно же, его не просто уничтожали, его реально стирали с лица земли этот район. То есть вот здесь каждое абсолютно здание, оно разрешено полностью. И, честно говоря, вот когда перепрыгиваю с крыши на крышу, тут есть такое опасение, что в каком-то месте может все-таки что-то провалиться. Надо, кстати, идти реально очень аккуратно, потому что здесь очень много таких вот дырок, то есть прямых попаданий, которые насквозь проходили. И в ногу туда вполне себе можно упасть туда, конечно. Вот так вот, Дойси, выглядит это, вот, понимаете, вот, например, внутренний двор. Просто вот он превращен в какую-то реальную декорацию фильма. Редактор субтитров А.Семкин Тот самый торговец «Арбузами» жил и работал в двух минутах ходьбы отсюда. Ты помнишь, когда они начинали использовать ракеты? Да, пламя было повсюду. Что ты делал в тот день? Мы думали, что либо умрем, либо выжимем. У нас не было ничего, ни хлеба, ни воды. Вода была для нас золотом. А почему вы не пытались сбежать из Москвы? Нас не выпустили. Чтобы выбраться, нужны были деньги. Кто раньше выбрался, выжил. А мы здесь застряли. Но если вы сравните, как город выглядел сразу после битвы и как сейчас, разницу будет сложно не заметить. Вглядитесь, четыре года назад здесь едва ли можно было найти целую крышу. Сегодня разрушенных зданий тоже много, но появляются и целые. И строятся новые. Люди снова ездят по целым мостам. В то время боевики взорвали почти все их. Машин столько, что вечерние пробки абсолютно такие же, как в любом большом городе. Дети снова ходят в школы. На фоне разрушений заработали свадебные салоны. Вот смотрите. Снова на полную стали работать местные шаурмяшные. Это когда надо руками нарвать себе хлеба в тарелку, его зальют вкусным супом, и ты будешь кайфовать. По улицам можно снова ходить не оглядываясь, страдая только от одной вечной иракской проблемы летом. Господи, я такой жиры не видел никогда. Реально, у меня камера выключается просто через каждые 7 минут. Просто реально от того, что она перегревается. Это просто кошмар. У меня вот, например, пот льет так, что я глаза не могу открыть, потому что у меня просто вот они щипят. Реально, это просто... Господи, вот просто, понимаешь, реально, достаточно выпить глоток. Вот это просто... Я на седьмом... Вот просто, знаете, ощущение, что вот ты в оазисе, на яхте, одновременно со всеми самыми красивыми женщинами мира, машинами, верблюдами самыми дорогими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, господи, боже мой, реально, я никогда в жизни такого счастья от воды не получал. О, го... Господи, я лезю к ангелам, просто кошмар. О, господи, реально. О, просто, вот понимаете, если вы хотите испытать счастье, приедьте в Ирак, прибыдите в полдень, походите, поработайте три часа и просто выпейте после этого бутылку воды. Все, жизнь ваша перевернется и разделится на до и после, я вам точно говорю. Гулять по центру многих городов стало действительно безопасно. Вот, например, город Насрия, в разгар чемпионата мира по футболу. Короче, на дворе уже почти ночь, а тут на улицах просто невероятное какое-то количество людей. Посмотрите, вот, причем толпы толпились около каждой кафешки, около каждой пиццерии, кебаба. Дело в том, что сегодня игра в футбол. Ирак играет с Ираном. Конечно, Ирак сложно назвать, в общем, какой-то такой футбольный... Руссия. Ирак сложно назвать футбольной страной, вот, но при этом они очень сильно поддерживают свою команду. И дело в том, что сегодня уникальная игра совершенно, потому что сегодня у них есть шанс выйти впервые за всю историю чемпионата... Ну, да, чтобы участвовать в чемпионате мира, для этого им нужно сыграть с Ираном хотя бы в ничью. Вот, и поэтому абсолютно все вообще просто... Весь Ирак просто замер реально перед экранами. И надеются, что они сыграют хотя бы в ничью. И мы сейчас зайдем внутрь какого-нибудь из заведений, чтобы посмотреть, как это происходит внутри. Я лично отработал репортером две Олимпиады в Бразилии и в Южной Корее. Также чемпионат мира в России по футболу. Но ничего подобного не видел ни разу. Так как болеют Иракцы за своих, не болеет никто. Весь Ирак реально замер вообще в ожидании этой игры. Люди просто вообще... Чтобы понимали, это не гол газа. Это просто какой-то штрафной или что-то такое. То есть, как бы, они радуются по любому поводу, потому что, как бы, ждутся любой, прям, любой надежды. И на данный момент Ирак проигрывает. Чтобы понимали, Ирак никогда не выходил из группы. Почти у каждого кальян, причем, зацените, его здесь любят с охлажденной трубкой. Могут заморочиться, отрезать кусок бутылки из-под кока-колы и положить туда лед. Но при этом болеют без алкоголя. Атмосфера максимально дружелюбная. На иностранцев Иракцы реагируют с огромным интересом. Все как один очень положительно реагируют на камеру. Очень многие сами просят себя сфотографировать и даже позируют. Условия для комфортного отдыха есть уже во многих городах и поселках. Даже тех, что часто находятся in the middle of nowhere. В том самом матче Ирак все-таки проиграл Ирану. Но на настроении болельщиков это сказалось не сильно. Сам факт того, что автоматы нужны им теперь исключительно для того, чтобы праздновать победу любимой команды, для них уже большая победа. Субтитры создавал DimaTorzok